Еще 3 ноября владельцы магазинов и бизнесов Соединенных Штатов Америки стали готовиться к беспорядкам и митингам в связи с выборами. Витрины магазинов заколачивали, а на двери ставили укрепления. И, как оказалось, не зря. Во многих штатах прошли волны протестов. Дональд Трамп и Джо Байден по предварительным итогам голосования идут почти на равных. Однако представитель демократов чуть опережает своего оппонента, на что Трамп очень остро реагирует и заявляет, что результаты некоторых штатов фальсифицировали. Это привело к тому, что представители американских каналов прервали в своих эфирах речь Трампа о нечестном голосовании. Голосование по почте дистанционное голосование, которое создало самые большие проблемы сейчас для избирательной комиссии США. В некоторых штатах процедура давала возможность переголосовывать по два раза. Многое, многое, что там должно было, процедура, быть соблюдено. Соблюдено на самом деле не было. Обстановка накаляется, и все ждут итогов голосования по почте, чтобы понять, кто же все-таки победит. Обычно так, что если на завершающем этапе подсчета происходит такой разрыв, скажем, 2-3%, этот разрыв динамично продолжает увеличиваться, то, скорее всего, тот кандидат, который уходит в отрыв, а в данном случае это Байден, скорее всего, он будет признать избирательной комиссии США победителем. Кристина Надышина, Диана Желенкова, Универа Ньюс.